А теперь давайте рассмотрим интересные частные случаи абсолютно упругого центрального соударения. Все они относятся к ситуации, когда второе тело неподвижно, то есть первое тело налетает на неподвижное второе тело. Запишем закон сохранения импульса. Сразу пользуемся законом сохранения импульса в проекции на ось Х. Импульс второго тела равен нулю, так как оно неподвижно, но после удара тела движутся. Теперь воспользуемся теоремой об относительной скорости. В2 у нас равно нулю. И выразим отсюда скорость второго тела после соударения. Подставим скорость второго тела в закон сохранения импульса. Я сразу раскрываю скобки. Мы получили одно уравнение с одним неизвестным. Таким неизвестным является V1' Скорость первого тела после соударения. Выражаем отсюда скорость первого тела. Мы получаем... С такой скоростью будет двигаться первое тело после центрального абсолютно упругого удара о неподвижное второе тело. Теперь, зная скорость V1', мы можем найти скорость V2', то есть скорость второго тела после соударения. Распользуемся этим соотношением. Вынесем V1 за скобки. Приведем к общему знаменателю два слагаемых, находящихся в скобках. M2 взаимно уничтожится, и в числителе получится 2M1, а в знаменателе получится сумма масс. То есть можно окончательно записать. Задача полностью решена. Мы нашли скорость первого и второго тела после центрального абсолютно упругого удара для случая, когда второе тело покойлось. Давайте посмотрим, что получится, если соотношение между массами тел, а именно оно, это соотношение является здесь определяющим, будет принимать экстремальное значение. Случай А. Масса тел одинаковы. Воспользуемся этими двумя формулами. Из первой формулы мы видим, что скорость первого тела после удара будет равна нулю, так как обращается в ноль числителя. Скорость второго тела. Если массы двух тела одинаковые, то M2 равно M1, и поэтому у знаменателя тоже получается 2M1. Сократив числительный знаменатель, мы получаем V2' равняется V1. То есть первое тело после такого удара останавливается, а второе тело движется с той скоростью, с какой раньше двигалось первое тело. Говорят, что тела обменялись скоростями. Второй случай, V. Пусть масса первого тела гораздо больше массы второго тела. Обратимся к этим формулам. V1' равняется, если масса второго тела гораздо меньше, то ею можно пренебречь во втором слогарном числителе и во втором слогарном знаменателе. Тогда у нас получается M1 делить на M1, то есть единица. Другими словами, скорость первого тела практически не меняется. V1' приблизительно равно V1. Что будет со скоростью второго тела? M1 плюс M2 в знаменателе. Массой второго тела пренебрегаем. M1 сокращаем. И мы получаем, что V2' приблизительно вдвое больше, чем скорость первого тела. Приблизительно равняется 2V1. То есть второе тело приобретает скорость вдвое больше, чем раньше была скорость первого тела. Это нетрудно понять из теоремы об относительных скоростях. Ведь раньше первое тело приближалось ко второму со скоростью V1. А теперь второе тело удаляется от первого тоже со скоростью V1. Но само первое тело движется с той же скоростью, у него скорость не изменилась. Поэтому скорость второго тела удвоилась. Оно теперь удаляется со скоростью V1 от первого тела, которое в свою очередь тоже движется со скоростью V1. И, наконец, третий случай. Пусть масса второго тела гораздо больше, чем масса первого тела. М1 гораздо меньше М2. Масса второго тела гораздо больше массы первого. Поэтому в числителе и знаменателе М1 можно пренебречь. Тогда у нас дробь приблизительно равна минус единице. И мы получим приблизительно минус V1. Не забудем, что V это проекция скорости на ось Х. И мы видим, что после удара по массивное второе тело, первое тело как бы отразилось от второго. То есть движется с той же скоростью в противоположном направлении. Что касается второго тела, то поскольку массой первого тела можно пренебречь, мы получаем приблизительно равняется 2V1 М1 делить на М2. Но эта дробь гораздо меньше единицы. Отсюда получаем гораздо меньше V1. То есть второе тело приобретает скорость незначительную по сравнению со скоростью первого тела. Вот простейшие случаи абсолютно упругого центрального соударения. На самом деле, в реальной жизни не встречается ни абсолютно упругих, ни абсолютно неупругих соударений. Это простейшие крайние случаи. А в жизни истина, как говорится, посередине. Кроме того, не забудем, что мы рассматривали с вами центральный удар. В случае не центрального удара задача тоже решается. Но ее решение выходит за рамки нашего урока. До свидания. Урок окончен.